Продолжение следует... Я начинаю с того, что, может, 10 лет назад я услышал, читал в газете, что где-то в каком-то, в одном эстонском школе, подростки, мальчики, которому было 12, может, 13 лет, имитировали сцену насилия из моего фильма «Класс». Мне надо было брать немного времени, чтобы понять, что случилось. Потому что для меня это был фильм против школьного насилия. А эти мальчики, они приняли идею моего фильма ровным счетом наоборот. Конечно, я потом услышал, что они были замечены в насилии еще до просмотра этого фильма, но факт остается фактом. Они поняли моего фильма, идея для него стала с ног на голову. И, значит, коммуникация не работала. Несколько лет спустя я устроился работать в государственную канцелярию, где занимался кризисной коммуникацией. И там я тоже видел, что в кризисных ситуациях, ситуация усуглюбляется именно из-за того, что люди неправильно понимают друг друга. А что самое главное, в этих ситуациях факты перестанут работать. Почему это? Ведь у нас есть такой идеал, что в условиях демократии граждане должны принимать хорошие решения, потому что у них есть хорошая, качественная, рациональная, сбалансированная информация. А ведь тогда мы видим, что факты не работают. Даже я сегодня не буду говорить о политике, а приведу другой пример. Несколько недель назад тоже читал новость, что в штатах, в штате Нью-Йорк вдруг разразилась эпидемия кори. 153 ребенка заболела. И в общем-то все было из-за того, что их родители их не привили. Но это было несмотря на то, что уже многие годы провели кампанию, которая объяснил, что основана на факте, что все-таки вакцинация это хорошо. Логика была более-менее очень понятная, что как на этом плакате здесь направо, что были эпидемии, теперь потом была вакцинация, и после вакцинации число заболеваний снизилось почти на 90%. Скажется, это логично. А почему, значит, все-таки есть родители, которые думают, что, а может, не надо? Конечно, вы знаете, что если идти в интернет, легко и быстро можно найти разные теории, которые объясняют, что все равно это большой заговор. Есть коррумпированные правительства, которые работают с большими компаниями, которые все равно ничего хорошего не хотят. И все равно вакцинации в конце концов провоцируют аутизмом. Ну хорошо. Тогда надо понять, почему и как эта коммуникация, эти факты не работают. Чтобы еще было все смутано, было еще более смутано, я приведу к примеру это исследование. Значит, это из журнала Health Education Research. Дам дали одной группы людей читать таких статей, где однозначно писали, что вакцинация либо хорошая, либо плохая. И была другая группа, в которой люди читали взвешенные статьи, где привели аргументы одной стороны, потом и другой стороны. Как вы думаете, какая была реакция людей этой второй группы? Реакция была такая, что они сказали, ну а ведь видно, что эксперты сами не знают, хорошо вакцина или нет. Они спорят с друг с другом. Значит, я скорее сам должен что-то решать. И в конце концов увеличивалось число тех людей, которые не стали вакцинировать. А это страшная новость для наших понятий журнализма. Объективная журналистика не работала. И мы должны теперь спрашивать, почему мы не отобряем фактом. Это надо найти какое-то объяснение. Конечно, мы уже здесь слушали, что все связано электрохимическими реакциями у нас в мозге. Да, это правильно. В этом смысле, конечно, мы должны в первую очередь говорить об эмоциях. Потому что в первую очередь во время эволюции нашего нервного системы появились те части мозга, которые отвечают за выживание. Их реакции очень быстрее. Например, животное, которое у нас живет внутри, ходит в лесу, все прекрасно, птицы поют. Мы ничего особенного не смотрим. И вдруг мы слышим какой-то шум или что-то такое. И мы сразу смотрим в ту сторону, откуда мы услышали какой-то знак угрозы. Конечно, в этот момент мы ничего не думаем. Это просто такая быстрая реакция. И мы готовы к тому, чтобы сразу убегать, если там угроза. Или атаковать. Это самые первые быстрые реакции. Потом, только в конце нашей эволюции, пока это дальше проходит, я надеюсь, появился неокортекс. Вот эта часть мозга, которая отвечает за рациональное мышление. Но проблема в том, что это мысление медленное, очень медленное. И это начинается только тогда, когда эмоция этого разрешает. Значит, если первая эмоция скажет, что есть угроза, беги или атакуй. Неокортекс даже не успеет начинать что-то предлагать. Все уже решено. Теперь на уровне общественной коммуникации мы спрашиваем, откуда придутся те эмоции, которые не дают нам объективно анализировать фактов. В первую очередь, это связано с разными концепциями групп. Например, это связано в том смысле с группами, что у нас у всех есть несколько личностей или идентичности. И каждый раз, когда мы слышим в речи что-то, которое противоречит нашему пониманию нашей идентичности, мы чувствуем угрозу, и сразу появляется вот та эмоция, которая не позволяет нам думать медленно и рационально. Значит, каждый раз, когда мы скажем «они», уже у нас есть проблема с мыслением. Если мы скажем «только мы», тогда есть возможность. Берем такой пример еще. Каждый раз, когда я говорю, я посылаю несколько сигналов. На осознанном уровне я сейчас вам постараюсь говорить о кризисной коммуникации. Наверное, вы это поняли. Я говорил о фактах и о эмоциях. Но на неосознанном уровне я вам посылал еще несколько других эмоций. Ну, например, вы уже, наверное, поняли, что я эстонец. Но я ни разу этого не сказал. Во-вторых, я постарался, ну, правда, я постарался говорить так, чтобы вы не думали, что я себя считаю умнее или важнее вас. Потому что сразу, когда вы думаете «ага, значит, вот тот эстонец такой крутой и думает, что он так много учился, уже сразу там появится проблема. Проблема власти или авторитета». И потом проблема того, что он в числе их, не нас. Ну, например, берем теперь пример школы или подростков. Вся идентичность подростков основана на идее, что взрослые уже ничего не знают. Вы все помните, есть еще некоторые, которые в той группе. Значит, понятно, что взрослые не понимают ничего про любви и про настоящие жизни подростков. А вот теперь представьте, что придет взрослый учитель или учительница, и им скажет «не курите». Они что, слушают на этом сознательном уровне этого учителя? Конечно, нет. И курение станет как будто символом независимости. Теперь думаем, что происходит между гражданами и правительством. Если там тоже есть такой конфликт недоверия, есть люди, которые думают, что мы – это те граждане, у которых нет надежды, у нас нет возможности менять наши судьбы. И все из-за того, что они виноваты, потому что система коррумпирована, система неправильная, и все равно они слишком богатые. Понятно, что там есть конфликт власти. Потом правительство скажет «давайте, надо вакцинировать». Конечно, те люди из первой группы скажут, что мы знаем, что правительство все время нам говорит неправильные вещи, и все равно это они, и коммуникация так и останется без решения. И думаю, что мы можем здесь отсюда привести уже первые выводы. Это значит, что если мы желаем, чтобы коммуникация была успешной, нам надо избегать того, чтобы у нас были проблемы на неосознанном уровне с власти или общины. Надо, чтобы мы все чувствовали, что в этом контексте, где мы коврим с друг другом, мы можем друг другу сказать «мы». Я надеюсь, что здесь в рамках «Тетек сласна мы» мы можем друг другу говорить «мы», и есть та же надежда, что факты работают в этом контексте. Но теперь пойдем в реальность. Я был в составе эстонской творческой миссии в республике Центральной Африки. И там была ужасная гражданская война. Вначале это была просто борьба за власть между политиками, но вдруг вся страна была влечена в гражданскую войну, где люди убили мачеттами друг друга на улицах. В конце концов, когда мы туда приехали, эстонцы, этих уличных убоев уже не было, но христиане жили в одной стороне этого города, в своем квартале, и мусульмане на другой стороне. И, конечно, они с друг другом не общались. Мы, эстонцы, мы были так и в христианском стороне, и так и в мусульманском стороне. И очень странно, что мы нашли такие же люди, молодые люди, которые говорят, что мы хотим только мира, но вот они ночью придут и убивают спящих людей. Оба так говорили. У нас была статистика, и мы видели, что таких убийств уже нет, но есть недоверие к другому. Что делать? Ну, поскольку там были эти молодые люди, мы их пригласили на заброшенную полицейскую участку, где там, где там, видно, маленький туман. Эти молодые люди пришли, и это была как будто встреча старых знакомых, потому что до гражданской войны они очень часто учились в одной школе. Значит, они все знали друг друга. И вдруг была та ситуация, где они могли сказать, это мы, это бывшие ученики той школы, например. И было начало какой-то коммуникации. И вдруг туда вошли радикалы, мусульманские радикалы, которые спинками выгнали свою молодежь. Нет, у вас нет никакой права общаться с этими нашими врагами. И так и все закончилось до мира. Мы, конечно, европейцы, эстонцы, в том числе смотрели, ну, нечего делать, и ушли. Сейчас я в Эстонии, и понимаю, что кроме того, чтобы создать такую ситуацию, где эмоции не играли слишком большую роль, у нас надо еще иметь какое-то желание. Или в Эстонии я сказал, если мы не сможем контролировать экстремистов, радикалов своей общиной, все равно будет война. А это как это делать? Потому что эти радикалы, в основном, они, конечно, более динамичные, более сильные. И скорее там будет, в конце концов, таковое выражение, да, да, мы согласны, потому что мы боимся, а не, да, мы согласны, потому что мы нашли какой-то общий язык. Но надо найти какую-то надежду теперь. Была другая история. Я был еще в республике Мали. Там тоже была гражданская война. Но я встретил там старейшин одной школы деревни, которая рассказывала, что он изучал ситуацию в 90-х годах, когда была этническая война между племенами Шангай и Туареги. Значит, тоже молодые люди вошли в селу, стали стрелять от всех, которые были этими другими. Понятно, что там никакой дискуссии не было, факты не работали. Но в это же время среди этих людей появились тоже другие истории. И вот эти истории, например, такой эпизод, что пошел пастух Шангай в пустыню и там встретил пастухов Туарегов, у которых закончилась вода. Они были в крайней смерти, потому что воды уже нету. Они не могли идти к реке Нигер, потому что там это другая племя Шангай. Что случилось? Они оба пастухи. И вдруг появилась еще раз эта ситуация, где они не были угрозой друг к другу. И они поняли, что это старое, древнее правило пустыни, что ты должен дать свою воду другому нуждающему. Это самое важное. И в конце концов кризис решался примерно на таком уровне, что все эти молодые радикалы друг друга убивали, а вот эти люди остались жить. Но это, конечно, такая мрачная перспектива для остального человечества. Но я понял из этого самое главное, что чтобы факты работали, надо в первую очередь иметь желание общаться и услышать, что другой нам скажет. И вот с этим я и закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ